В Рязанской области к пожароопасному сезону готовы. В настоящее время в регионе ведутся работы по приведению в порядок минерализованных полос в наиболее опасных в пожарном отношении участках. Как сообщает сайт областного правительства, весной этого года планируют обустроить новые и обновить уже существующие полосы на протяжении более 8 тысяч километров. Будут расчищены противопожарные разрывы и просеки примерно на 600 километров. С учетом распространения коронавирусной инфекции, работа будет построена следующим образом. Естественно, определены те моменты, которые прописаны в указах президента, то есть дистанцирование, если есть возможность, ну чаще всего ее нет, это работа на удаленке, дистанцирование в основном. Но другого не дано, потому что мониторить пожароопасную обстановку необходимо постоянно. Слава богу, что у нас пока еще, несмотря на то, что довольно сухая погода и в общем-то все способствует тому, чтобы пожароопасный период начался гораздо раньше, чем среднемноголетние сроки, пока еще такого вот как бы нарастания опасности нет. В основном класс пожарной опасность фиксируется не выше второго с начала пожароопасного периода. На случай лесных пожаров для их тушения предусмотрено 511 единиц техники свыше 770 человек личного состава подразделений ГУ МЧС России по Рязанской области и Пожлеса. В регионе создан резерв пожарной техники, специального снаряжения, инвентаря, горюче-смазочных материалов. Все силы и средства находятся в режиме повышенной готовности. На автозаправочных станциях уже создан неснижаемый запас по 50 тонн дистоплива и автомобильного бензина, чтобы он был на случай возникновения каких-то ситуаций. Резервов материально-технических средств. Соответственно, у нас имеется 30 вышек видеонаблюдения, именно видеонаблюдения, то есть которые охватывают большинство территорий Гослесфонда Рязанской области. Это единый центр мониторинга, где оператор видит термическую точку на возгорание очень четкое. В Рязанской области установилась сухая ветреная погода и ежедневно фиксируется возгорание сухой травы, на тушение которых выезжают специалисты. Министерство обращает внимание на то, что за сжигание сухой растительности или ее остатков предусмотрена административная и уголовная ответственность. Что касается сезона охоты, то в Рязанской области он был досрочно завершен в связи с пандемией коронавируса. Ветстанции продолжают работу и в условиях повышенной готовности. На сайте правительства Рязанской области опубликованы проекты постановления введения карантина по бешенству животных еще в двух населенных пунктах региона. Случаи заболевания выявлены в поселке Дивово, Рыбновского района и в деревне Новое Амесьево, Сасовского района. Ветеринария, поскольку это, назовем, служба непрерывного цикла, поскольку услуги нужны постоянно, мы не можем не обеспечить. Ну, то же самое, как и медицина, то есть ветеринария – это ответственность за животных. Поэтому животные точно так же болеют, им нужно оказание помощи. Плюс, естественно, те профилактические мероприятия по борьбе с особо опасными болезнями, с болезнями общими для человека и животных, на которые выведено государственное финансирование, госзадание. Соответственно, эти все мероприятия обязаны проводить. Поэтому ветеринарная служба работает практически в полном составе, там, за исключением тех единиц, которых можно было, ну, может быть, там, беременные, если есть в службе, да, женщины, или пожилые люди, то, что, соответственно, больше 65, что, соответственно, с указом президента. Все. Все остальные в полном составе обеспечивают ветеринарную безопасность региона. Ограничительные мероприятия планируются установить по 8 июня. Здесь будет запрещено проведение выставок кошек и собак, их вывоз и торговли ими. Ранее в апреле случаи бешенства животных выявили в Милославском, Клепиковском и Рязанском районах.